Всем привет! По свежей памяти хотел записать видео по поводу своего опыта профессиональной чистки зубов. Здесь в Германии и, в принципе, конечно же, не оставлю вас только за своим анекдотичным опытом, но и расскажу про научный фон этой самой чистки. Нужно ли это вообще эффективно? Имеет ли смысл? Начну я с того, что в Германии нужно смотреть зубы. Давайте смотреть на свои зубы врачу зубному, причем с интервалами в полгода. Тогда ты будешь соблюдать какие-то определенные правила со стороны страховки. То есть страховка подстраховывается, чтобы у вас через, не знаю, пять лет нехождения к врачу вообще не осталось зубов, и потом страховке пришлось бы впрягаться вообще по жесткому. Экономно в плане вот возможного ущерба все-таки ходить каждые полгода на обычную профилактику. Во время одной из таких профилактик мне еще раз заглянули в рот и сказали, что, пожалуй, вам стоило бы сходить на профессиональную чистку зубов или профессиональная, не знаю, профессиональную обработку. Не знаю, как точно это по-русски называется. В комментариях можете написать. Но я сказал, окей, никогда не делал этого. Это стоит денег. И, кстати, подорожало. Я заплатил около 100 евро. Из этих 100 евро около 60 евро возмещает страховка. Если ты делаешь это вот один раз в год, и потом, если каждый полгода, то, по-моему, еще чуть дешевле это все становится, но незначительно. В любом случае, это вылетает в солидную копеечку. В любом случае, я пришел на эту самую первую обработку зубов. И первое, что с вами происходит, это разговор, консультация, собственно, с врачом. Это не ваш лечащий врач зубной, а отдельный работник, который именно этим и занимается. И он проводит консультацию, которая, на мой взгляд, очень полезна будет. Особенно тем, кто, наверное, не особо следит за своими зубами или, в принципе, как-то безответственно, что ли, относится к их чистке, не обращая внимания на технику чистки, не обращая внимания на то, чем он чистит и прочее. Здесь консультация действительно очень хорошая. Здесь доктор может, если вы не против, нанести на зубы какой-то определенный состав, который в итоге покажет, хорошо ли вы чистите и везде ли вы чистите эти самые зубы или нет. У меня, в общем и целом, было все хорошо, разве что у меня этот зуб, он немножко как-то залез вот эти резцы и я вот сверху плохо щеточкой работал. Сейчас я это исправил и именно на это обращаю внимание. В том числе именно зубной камень больше всего накапливается на нижней челюсти и у меня сзади получается, тоже сзади можно было с зеркальцем посмотреть, тоже не так хорошо чищу, как спереди. Окей, узнал об этом. Потом мне сказали, как лучше всего сзади чистить, а именно перекрёстно. Потом происходит такой процесс, он не очень приятный, точнее совсем неприятный, а именно протыкивание десны на предмет развития парадонтоза, по-моему. То есть, там определённой меркой, такой похожей на иглу, там не прокалывается десна, но всё равно это ужасно неприятно. И там, согласно мерке, этот врач или доктор видит, насколько можно эту мерку воткнуть. И у меня было два миллиметра, что относительно хорошо, и около четырёх миллиметров уже было бы плохо. Я говорю, посмотрел на вот эту мерку, а там дальше ещё можно, да, то есть было воткнуть. Я говорю, у кого-то вообще есть и восемь, что ли, миллиметров? Он говорит, да, встречается. То есть, вы прикиньте, вот эта металлическая штучка у кого-то на восемь миллиметров вылезает. То есть десна настолько мягкая. И мягкая десна, это, конечно, очень плохо. И, наоборот, хорошо для развития всяких болезней. И с этой десной нужно работать, в том числе, как мне, по крайней мере, доктор сказал, что какой я щёткой пользуюсь. Я сказал вот, что в основном вот такой вот и мягкой. Есть несколько видов, они по-разному называются у производителей, но суть одна. Мягкая, средняя, твёрдая. И доктор сказал, что, или сказала, что лучше всего использовать именно как минимум среднюю, потому что именно такой градус жёсткости помогает укреплению дисны. И я куплю следующую среднюю. Попробую. Про эти щётки поговорили. Здесь доктор тоже спрашивает, как насчёт электрощётки. Мне заинтересованы в этом. И предлагает свой код для получения дополнительной скидки. Кстати, я проверил. И с кодом доктора действительно цена будет самая дешёвая. Но это самая топовая. Она, по-моему, под 300 евро стоит от самого Philips со скидкой солидно 200 с чем-то. Неважно. Продолжим к всему этому процессу. Вот это всё было хорошо. То есть это действительно информация, которую я сам мог получить, в принципе. Но когда ты её на практике и получаешь от человека, она гораздо эффективнее доходит и фактически может что-то изменить. Поэтому мой совет единожды хотя бы, но имеет смысл посетить именно эту очистку. Далее происходило несколько процессов, а именно удаление камня, что вполне себе окей. И камень обычно удаляют тоже в рамках бесплатной профилактики здесь в Германии, по крайней мере. И здесь разве что его ещё как-то лучше, что ли, удаляют. Не знаю. Потом полируют. То есть после этого всего процесса зубы гладкими становятся. Что, с одной стороны, плюс. Потому что на гладкую поверхность гораздо сложнее зацепиться всяким бактериям или остаткам еды или ещё что-то такое. И тем самым возможность или риск появления кариеса вроде как должен уменьшаться в теории. В конце всего этого у меня везде кровоточило. То есть там реально очень мощно всё это делают. И реально было очень больно моментами. У меня болела голова после этого. Потому что реально боль там солидная. То есть когда мне что-то там делали по зубу мудрости, было не так больно. Ну по крайней мере там один раз было больно и всё. А здесь несколько раз и во всех местах рта. Это то, что мне больше всего не понравилось. И в конечном итоге доктор работает обычной зубной нитью. Причём я знаю, что у меня зубы посажены очень близко друг к другу. Особенно местами. И там я смотрю, обращу внимание на то, как именно я эту зубную нить засуну. То есть ребром. Самой узкой стороной. И аккуратно всё делаю. Как делал доктор. То есть просто не лезет, полезет. Не лезет, полезет. Так со всеми зубами. То есть во все дёсна врезалась эта зубная нить. И это было ужасно больно, некомфортно. То есть это можно было сделать определённо лучше. Я не знаю, зависит от доктора или нет. Но если бы доктор наверное всё это делал более опрятно и прочее, то это тратило бы гораздо больше времени. Возможно поэтому он так не делает. В конечном итоге с этой зубной нитью я сам могу работать. Потом я все советы могу перенять и использовать. И вот эту дополнительную чистку, дополнительную полировку. Всё это не обязательно, если вы используете хорошую чётку. Особенно из разряда вот Philips Sonic Air, который я показывал у себя на канале. Она реально топ. То есть зубы белее, чем с обычными щётками. И вы видите, где вы проходите, где вы не прошли ещё в Эппе. И вы фактически можете использовать насадки, которые работают с дёснами тоже. И это всё здорово. Это реально работает, на мой взгляд, и по исследованиям тоже. Теперь что касается исследований или научного фона вот этой всей профессиональной шняги. Имеет ли она смысл? Здесь относительно недавно, в 2018 году вышло исследование, которое в абстракте или конечном выводе утверждает, что особой разницы между людьми, которые используют профессиональную технику чистки, скажем так, или чистку профессионала, и теми, кто не использует её, особо нет. Либо она настолько маленькая, что, ну, не стоит о ней даже и говорить. На что немецкая инстанция выпустила ответ и сказала, что исследование не подразумевает чистку профессиональную именно в Германии, в которой проходит консультация с пациентом и прочее. Ну, типа, всё здорово. Я получил эту консультацию единожды и примерно знаю, что, то есть, что профессиональная вот эта крутая электрощётка, она без консультации справится не хуже. И, то есть, мне это больше делать не нужно, и особенно учитывая то, что, сколько это стоит вообще. Здесь стоит учитывать, опять-таки, что за пару лет этой профессиональной, постоянной чистки, вы сможете позволить себе эту чёртовую электрощётку, и у вас будут отличные результаты. Итак, по научному фону, в итоге, возвращаясь к этому коротко, каких-то рисков особенно, там, парадонтоз, кариес и прочее. Особо вот эта профессиональная чистка не уменьшает настолько, чтобы прям вот, вау, дайте две. Такого нет. И в 2013 году было исследование тоже, там указали, что особых нету результатов, ребята. Нету какой-то эффективности, от которой просто можно кипятком ссаться. Но здесь мы приходим к моему личному выводу. Единожды, если вы хотите, возможно, узнать что-то новое о ваших зубах, то единожды имеет смысл сходить и просто профессиональное мнение о своих зубах узнать. Если вы, в принципе, ходите к обычному врачу, по крайней мере здесь, в Германии, на профилактику, то тогда даже, наверное, на дополнительной консультации тоже не будет иметь смысл сходить. Инвестируйте в хорошую зубную щетку. Это электрощетки, это Philips. Я почему все Philips говорю? Потому что у них технологий ультразвука, тогда как у Oral-B, там движение, да, такие вот крутящиеся. И именно ультразвук, согласно исследованиям, имеет все-таки чуточку, но больше смысла. По цене они не сильно различаются, поэтому какой смысл брать чуточку хуже, если можно взять чуточку лучше. Не спонсирован Philips в этой связи. И, конечно, используйте щетку тоже, которая будет не самая простая, не самая дешевая, а иметь форсинки, которые будут между зубами пролазить. Используйте зубную нить. Используйте, если хотите, дополнительно Waterpik. Тоже делал ревью на этом канале. То есть это душ в итоге для арта под давлением, который водой смывает. Да, там его можно дополнительно использовать, кто хочет. И, да, соответственно, зубную пасту здесь мы, по крайней мере, постоянно тасуем с фтором или без фтора. Каждый раз меняем. Окей, это было все от меня на сегодня. Будет очень интересно почитать о вашем опыте чистки зубов, как вы это делаете, как часто выходите к зубному, когда приспичит или все-таки периодически, как у вас там со страховкой. Все эти детали будет определенно интересно почитать, особенно учитывая то, что вы подключаетесь с самых разных городов, стран.